Меня зовут Евгений Хаджинов. Я вам сейчас покажу Кендву Рок в Кендве. Отель Кендва Рок находится на лучшем без преувеличения пляже Кендве. Из-за специфики этого места на острове вода уходит буквально на 10 метров. И этот пляж стал действительно самым активным на острове. Для начала хотелось бы предупредить, когда вы съедите с основной дороги, вам придется потерпеть буквально 10 минут тотального бездорожья. При входе здесь фонтан, красивый. Вон там въезд с Кендвы. Главный холл и ресепшн. Возле холла начинаются 4 корпуса. Раз, два, три, четыре. Это корпуса Arabian Wing. Хочу выделить компактное расположение номеров, потому что даже если вы выбираете самую бюджетную категорию, то она не будет находиться намного дальше, чем категория повыше. Делятся они на Twin и King Size. Категория Африка относится к стандартной категории. Кендверок. Сразу идет душевая, отдельный туалет, гардероб и сама комната. Комната с большой кроватью. Здесь не балдахин, а такая, как стена балдахиновая. Тут же идет сразу же экстра бед. Уголок и балкон с видом на внутреннюю часть отеля. И вот там ресепшн. Как вы можете заметить, Кендворок расположен в самом центре Кендвы. Между ресепшн и Arabian Wing с правой стороны идет такой вход на задний двор. Это номера Forest. Вот они в двух корпусах, в таких двухэтажных. Категория номера Forest в отеле Кендворок. Такая кровать с окном, с телевизором, с мини-баром пустым. Шкаф. Пустой шкаф. С сейфом. И ванная комната с душевой и туалетом. Территория Кендворок идет таким каскадом, начиная с пляжа. И по ступенькам двигаться наверх до ресепшн. Очень зеленая территория. Посредине фонтан. Отличный все. За категорией Arabian идет такой вход. 8 номеров категории Budget. В таком дворике верхние этажи идут с видом на океан. Вот там. От ресепшн, который там впереди, ближе к пляжу есть два корпуса. Коралл Бангала называется. Двухэтажные. Они относятся к категории Сьют. Также немножко ниже здесь еще есть отдельные эти номера. Они тоже относятся к Коралл Бангала. Категория Ширас. Она больше идет как Сьют. С большой гостиной зоной. Но при этом Ширас относится еще к стандартному размещению. Ступеньки. Здесь спальня. Туалет с раковиной. Вторая раковина. И душ. Очень необычный. В шкафу только полочки. И сейф. Номера, конечно, не новые, но однозначно просторные и близко к пляжу. Вниз по ступенькам до категории Лакшери. Ниже от ресепшена, когда ты спускаешься по этой тропинке, ты выходишь на такую большую площадь, где расположена категория Лакшери. Это номера категории Айландс. То есть здесь они идут либо же с бассейном, либо же идут с джакузи. Это категория, которая ближе всего к пляжу. Некоторые идут с джакузи небольшим и по квадратуре немножко меньше. Вот здесь Айландс 1, 2, 3, 4. Все эта категория называется Буден Бунгало. Номер Айландс 2 с джакузи. Большой кроватью. Гостиная зона с топ-кроватью. Как экстрабет. Гардеробная. Справа идет туалетная с раковиной. Слева душевая с ракуриной. Эта категория здесь называется Бич Бангало. Напротив них идут категория Айландс 5, самая большая, с джакузи. Айланд 5 считается самая большая по квадратуре вилла. Бич Бангало. Категория Айланд 5. Большая гостиная зона с двумя топ-кроватями. Гостевой такой уголок с мини-баром. Шкаф с сейфом, полотенцами. Ну и, собственно говоря, все. Туалетная комната. Ванная комната с душевой и раковиной. И спальня. С большой двухспальной кроватью. Держите лайфхак. Если нет другой карточки, то можно использовать кредитку. Главное не забудьте. Там, где две виллы, на один большой бассейн. Здание справа, это также фэмили на большую семью под названием Адагаскар. Таких номеров здесь два. Он называется Кильва и Комору. Это номер Кильва. Он же является лакшери категорией. Их всего таких две со своим бассейн. Огромнейшая кровать. Квинсайз. Дополнительная кровать полуторка. Гардеробная зона. Туалетная комната с таким душем. Возле бассейна категория Бич Хаус. Оно есть на одну спальню и на две спальни. Здесь их всего четыре. Это трехэтажное здание такое. Категория Бич Хаус это как одно большое студио. Здесь нет межкомнатных дверей, но разделено на две спальные зоны. Первая с полуторной кроватью. Рядом с ней ванная комната. Дальше гостиная, которая разделяет две эти спальные зоны. Вторая зона это двуспальная кровать. И выход на террасу с видом на закат. Очень круто, что в четыре звезды есть свой бассейн отдельный с пресной водой. Очень комфортный, классный, ближе к пляжу. Отличительной чертой четверки Кен Дворок является то, что у них есть свой спортзал, вот такой открытый. А также есть наверху спа-центр. Тренажерка нестандартная, прямо на балконе, но она здесь есть. Ну и спа-центр это тоже достаточно круто. Это центральный ресторан. Здесь проходят завтраки, обеды и ужины. А во время фулл-мон-пати, самой шумной вечеринке Занзибара, здесь организовывается диджейский пульт. И вот эта вся-вся-вся пляжная зона превращается в большой-большой танцпол. Огромный-огромный танцпол. Вплоть до Айленд Вилл, вот туда, Бич Бангала. Центральный бар. И такое вот помещение, где ставится диджейский пульт. По субботам здесь каждую субботу вечеринка. Это центральный бар. Тут можно купить себе все. Под этим шикарным навесом стоят столики прямо на песке. И здесь можно и завтракать, и обедать, и ужинать. Сувенирный магазин и тату-салон. Дайв-центр с русскоязычным персоналом. Аккредитация ПАДИ. Дайвинг на рифе тоже разведал. В центре водных видах спорта можно заказать абсолютно любую рыбалку, которая вас интересует. И поездку на катерах, на лодках. На всем, что движется в воде. Моторизировано и не моторизировано. Все за доплату. Это мороженое Мамма Мия итальянское. Здесь 4000 шиллингов стоит один шарик. На выбор 4000 шиллингов – это приблизительно полтора доллара. Тут полотенца получаются. Дальше на пляж. Пляж здесь действительно шикарный. Заход в океан, не побоюсь этого слова, идеальный. Очень удачное расположение пляжа и лежаков. Они находятся все в отдалении. Пляж очень широкий. Самый широкий на всем Занзибаре. И здесь он очень активный. Тут достаточно много людей. Тут есть чем заняться. Тут тебе и футбол, и волейбол, и пробежки. Кстати, вечером в воде плавает кораблик, на котором можно устроить тусовку. Пора поговорить про питание. Завтрак здесь идет на крыке. Чай, кофе. В холодной комнате. Завтраки абсолютно стандартные. Это соки, выпечка, каши, мюсли. Фрукты, сосиски. Выйдя из холодной комнаты, вы можете заказать себе омлет, либо же блинчики. Если пройдетесь немножко дальше. Здесь готовят постоянно пиццу. Ну а дальше уже только бар. Могу сказать честно, что у Кендвирог действительно самое удобное расположение в Кендве. Обеды и ужины в отеле по системе а-ля карт. Сразу рекомендация от меня, когда вы заказываете что-нибудь по меню на обед, либо на ужин, можете 30-40 минут спокойно погулять. Помедитировать, порассматривать крабов, полюбоваться красивым закатом. Кстати, рекомендую заниматься этим как можно чаще. Побережье Кендвы. Самое активно развитое здесь место. Очень много людей вокруг. Активности. Музыки, правда, сегодня что-то не слышно. Сегодня будний день. Но очень много людей. Также хочу вам сказать, что остров Занзибар это уникальное место. Он очень многогранный, интересный и сюда хочется возвращаться. Самое главное иметь правильный настрой. И это, пожалуй, все, что я хотел сказать на данный момент про Кендвирог. Если понравился обзор, обязательно лайкни, ну и подпишись на канал. Впереди еще будет много интересных обзоров. Всем пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...